Петушок Загорский лососевый Всем привет! Сегодня будем готовить корм для наших курочек, таких пород, как мини мясная, палевая, белохвостая, загорский лососевый, бачили петушки, как они кукурикают, так, и породы брезгальцы. Значит, сегодня у них в рационе картошка, очистки картошки. Вот такую сетку я купила картошки, яка есть много отходов. Даже вот тут вот черно, ну, дуже багато. Это вчера я варила суп и делала пюрешечку, и вот столько получалось у нас отходов. Воду я сливаю, ее нельзя давать курям или даже животным, оставлять и замес делать из той воды, какой варился картофель. Значит, сюда, как завсегда, я добавляю в горячий картофель макуху и потом хорошо с толакушкой. Если даже не делать с картошкой, макуху лучше бы запаривать кипятком. Вона более полезная и лучше для курейных сушек. Сегодня я макуху добавлять не буду, просто цей картофель перетолочу с зерносмесью, потому что будем сегодня давать препарат для наших курочек. Что у нас будет сегодня за вот такой препарат? Такий препарат фензол 22%. Тут его есть. Склад, это состав. Кто его производит? Это Украина, Киев. Можете остановить на мониторе записи и подивиться внимательно. Значит, застосование и дозование, кому это можно давать. То есть, для каких видов животных и в какой дозе. Дивимся, значит, керез, вивцы, кури, свиньи, коньи, мясоидные тварины. Ну, это можно и собачкам, и кошечкам давать. Также кури и гусы. Вот. Гельминтозы. У курей аскоридоз. И... Вот без очков не бачу. И теракоз, по-моему. Два дня надо давать. Висчитываем. Значит, один пакет доза на 10 кг тіла. Если тут 0,45, вот мы считаем примерно, если у нас у курей 2,5 кг живым весом, у мини мясных петухи 3 кг весом, брессы у нас потяжелее, можем пересчитать примерно по голове, умножить. Вот. Если дать чуть больше, это ничего страшного. Если не додать чуть больше, это тоже ничего страшного, так как цей препарат надо дать 2 дня. Значит, кто-то сможет сказать, зачем вносить цей препарат. Дорогие друзья, вы видели, кто есть моим подписчиком, кто зрителем. Прошлый год, это 2019, я приобретала инкубационное яйцо. Воно было инкубационное яйцо породи Бресгальци. И яйцо было, может, сейчас принесу коринное и показать вам. Знаешь, те яйцо, якое я получала, на них было процентов 40. Вот такая вот деформация, может, я оставлю внизу эти видео, чтобы вы увидели, какие были яйца. Это яйцо, вот, внесла курочка Бресгальская, Бреси. Ну, вот мы и посмотрим на него. В них, в этих яйцах, вот, все стороны ровные. Нема вот такого кольца, бугарків. Вот, если яйцо, я буду собі залаживать инкубацию, воно будет вот такой красивой формы. Это заморзешка. Это заморзешка нам внесла яйцо. И мы видим, что у всех яйцах форма одинакова. А те яйца, которые я брала у нескольких птицеводов, и именно брала яйцо Бресгальцев, я была напугана тем, что, возможно, именно такая деформация присуща таким породам кур, как Бресгальцы. Спасибо, кто откомментировал и написал мне, что, возможно, целена птица поражена гельминтами. И, если есть гельминты, вот, может быть, и форма яйца, вот, ну, не видно на моих яйцах. Если бы было, я бы вам показала, что есть вот такие посередине, как уплотнение, вот, и видно вот такие вот колечко. Значит, вот такие препараты я применяю. Выращиваю в своем хозяйстве три породы курей. Это мини-мясний палевый белохвостик, загорская лососева и бресгальцы. Да, у нас уже есть несколько линий бресгальцев. Пособирали мы потроше, но они у нас есть в хозяйстве, будем разводить. Такие породы курей, как мини-мясни, их можно заложить всесезонно, так как они универсальна птица, можно выращивать как в вольерах, как и в клетках. И петушков мини-мясних мы начинаем вырезать в три с половиной месяца. Значит, цыплятам всем в три с половиной месяца, это уже подростки курчата, ну, можно уже сказать, даже и не цыплята, и не курчата, ну, молодняк. Значит, я их даю им в рацион, вот такие вот препараты. И потом птица стоит на докорме, и с трех с половиной месяцев петушков мини-мясних палевых я вырезаю именно для себя, для семьи самообеспечение мясом. С четырех месяцев мы начинаем вырезать курочек. Значит, мне это удобно, и, как бы сказать, эту подсказку, которую мне подказал мой ветврач, я воспользовалась вот таким вот препаратом. Также вы заметили, что в плейлисте «Комбикорма» и также «Породы курей» я рассказывала, что я в корм даю полынь. Да, полынь я даю, ей надо давать, вот, если полнолуние, начинаем с полнолуния и до ущербной луны. Но мы даём полынь, выходит, если есть эти гельминты с курицей, но курицы надо давать, даже менять воду два раза в день, если это зима, теплую менять воду давать, обильно чисто питьё, и в курятнику надо убирать, даже можно даже и через день, так как курица, если вона есть полынь, из неи выходят, если есть эти гельминты, и даже можно увидеть помёты, если есть в нескольких помётах и куча этих гельминтов, значит, ваше господарство, ваши птицы, очень-очень, очень пораженны. Вот, ну, вы видите, даже и гусы, и утки, а где есть макаратища, болота, там еще больше оно разносится. Значит, гельминты выходят, но и выходят яйцо, личинки, курица, опять же, она грабается, может, что-то из земли есть, может, какой-то песок, какую-то траву, и если мы вспомним, а мы изучали зоологию, это, по-моему, пятый или шестый класс, или ботаника пятая, а потом уже шестая зоология, что если корова, вона оправляется, и потом же съедает эту траву и перезаражается. Мне подсказал мой ветврач, что Лена, сделай вот так вот, и будет очень хорошо. Значит, таким препаратом можно пользоваться три раза в год. Три раза в год. И что у нас тут еще написано, можно два раза в год, можно три раза в год. Можно перед забоем птицы за две недели, а потом же птица у нас быстро восстанавливается, набирая вес и прекрасно выглядят тушки, вы есть уже чистое мясо. Также не забываемся, что вот такие личинки гельминтов могут присутствовать в яйце, в курином. А если вы делаете глазунью, а если вы варите, ну, там, смяточку яйцо, или даже пьете, ну, тоже человек, получается, что перезаражается. Если вам без разницы, вы не естте продукт, то, что вы выращиваете, вам без разницы, вы можете и не применять этот препарат. Если вы в хозяйстве естте то, что вы выращиваете, значит, лучше его почистить. Лучше его почистить таким препаратом. Значит, что у нас, птицю можно через три дня уже употреблять в пищу молоко. Тварино мясо дозволяется через 10 дней. Ну, так я и говорю, через две недели начинать уже зарезку делать. Также, если я применяю оцей препарат, а я его буду с сегодняшнего дня давать перед инкубацией, нам надо, чтобы птица наша была максимально чистая. То есть, это яйцо, если оно будет заражено, а так как оно было заражено гельминтами, тогда, как я его получала, это, скорее всего, так оно и было в хозяйстве. То есть, заводчики на это не обратили внимания, возможно, по своему незнанию. Но брала я у людей неоднодневок, занимаются птицы, и довольно-таки есть авторитет у них на птичьем рынке Украины, и, ну не знаю, по Украине их очень много этих людей знают, как заводчики из большой буквы. А почему так они халатно относились до этого всего, мне это не понять, и они мне этого, конечно же, не скажут. Значит, тоже за 2 недели я прокормила своих курей кокцидиастатиками, бровитосептол я им дала, прокормила 4 дня бровитосептолом, 2 недели прошло, я их сейчас прокормлю вот таким вот препаратом, и ставим их уже на корм, сбалансированный, витаминизированный. Вин, как наиболее, должен быть сбалансированный, витаминизированный, так как мне уже надо получить качественное яйцо, а в этом, с этого яйца, у меня должен быть прекрасный оплот, яйцо не должно быть жирным, должен быть прекрасный оплот, работа петуха, также прекрасный вивод цыплят и выживаемость. Выживаемость цыплят должна быть максимальна. Если приобретает яйцо, и у вас цыплята начинают дохнуть с третьих суток, значит, яйцо было, то есть маточное поголовье не получилось столько витамин, чтобы мав цей эмбрион, цыпленок мав силу выжить, вылупиться, и в последующем также он должен быть соответствовать стандартам своей породы. Это ячминная дырть. И переталачуем талакушкой. Делаем такую вот пюрешечку. Картофель еле-еле должен быть теплым, он не должен быть горячим. Отдельно в тазик я сыплю кукурузную дырть. Небагато ковшик. Это где-то грамм 700-800 в цьому ковшику кукурузной дырті. Для того, чтобы вот эти мелкие частицы препарата лучше размещались, чтобы они не попали одним курям, а другим ничего не попало. Вот так он выглядит, цей препарат белого цвета. Пополоскали, высыпали. Опять пополоскали и высыпали. Вот так. И все. И это все хорошо перемешивается. Ци все мелкие частицы. Так само и премиксы, если мы даем. Премиксы концентрат. Это витамин, макро-микроэлементы. Не путайте БМВД и премикс. Это совсем разное. БМВД, это состав там есть. И рыба, и макуха соево-пасоленщикова, и мясо косно. И уже есть, как витаминизировано, всякие присадки, микро-макроэлементы. А премикс, это концентрат чистый. Там есть такие витамины. Ну, про премикс, кому будет интересно, я могу рассказать. Значит, сейчас, что, добавили мы цей препарат. Вот полностью, конечно, снизу оторвало. Как оторвалось, так и оторвалось. И сейчас я уже добавлю сюда пшеницы. И все перемешаем уже с картошкой. Нам надо, чтобы она приклеилась. Если нет отварной картошки, я проварю ячминную дырть. Проварю ячмин. Он дает такую клейкость. Отварить кукурузную, это проблематично. Клейкости такой нет. Отварить пшеничную. Ну, можно. У кого нет ячминя, можете проварить пшеничную. А ячминку я проварю. Ячмин сам набухает. Такую клейкость. Ну, если кому будет интересно, я могу показать. Конечно, затруднительно. Я бы взяла, пішла до работы, уже работала. А снимать видео и это все рассказывать, именно в процессе работы, это затруднительно. И, возможно, комусь это будет и не надо, потому что человек работает совсем по-другому, кормит птицу совсем по-другому. И хозяйство у него поставлено в направлении совсем по-другому. Здесь у меня в мешок уже пшеничка. Висыпаем еще пшеничную дырть. И также хорошо перемешаем. Теперь же добавлю я все это до картошки. И опять перемешаем. Вот так выглядит цей замес. Желательно давать курям сразу утром, как они только выходят из помещения. Или есть они у вас в помещении, значит, это первая утренняя кормежка. Весь препарат приклеился, мучки мы не видим. А завтра я буду давать такой же же самый замес, то есть, такой же самый препарат, теки с кашей, проварю ячминку. Будут у вас вопросы, задавайте. И завтра же я вам и ответю. Все, друзья, на сегодня у нас тема закрыта. Пока-пока. И взрослася, да, красотуля? Заглядай, заглядай, что там взрослася? И все, шмих, шмих, красотуля. И все, на теплое яичко и будет теперь вона там у хозяйка нестися. Вот так. Вижила тебе из гнезда, глянь, как быстро. Глянь, как быстро вона тебе вижила из гнезда. Ай, вы мои хорошенькие, какие вы мои красотулы хорошенькие. А чего ты? Чего ты разкричалася? Все, 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 я уходю. Вижила ее, да? Теперь сидишь сама соби довольна. Так, сидять, каждая на своем месте и несут куки. Ну, там есть, 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 чтобы не засидывали. И ты давай. Давай, сколько там у тебя спрятано? Ох, тут что-то много. ой, а тут аж 4 спрятано. Ой, берем по 2. Убежала, испугалась, но под ней было таки 2 куки. О, тепленькие, тепленькие.